Всем большой привет! Я рада снова видеть вас на своем канале, и в этом видео я буду делать немного объемный, летний и яркий дизайн. Дизайн, конечно, не для тех, кто не любит рисовать, но мне кажется, если даже не надпись, то такие забавные цитрусы должны получиться у всех. Если линии и будут неровные, то это наоборот придаст такую естественную небрежность для подобных рисунков. В конце видео я оставлю несколько подобных картинок для вдохновения и, возможно, вашего будущего дизайна. Я уже подготовила ногтевую пластину и буду наносить базу. Ваза сегодня у меня молочного цвета от Фокс. Взяла я ее на замену своей Окси, тоже в номере 5, и особой разницы между ними я не увидела. Что Окси, что Фокс можно отнести к густым вазам, только Окси, скорее всего, более насыщенная по цвету и немного хуже самовыравнивается. Окси она более прозрачная и ей чуть быстрее работать. Не сказала бы, что я от нее в восторге, но работать ею можно. Дабы поярче ею прокрасить, я сначала наношу первый слой, потом сушу его в лампе и затем уже на втором слое я делаю выравнивание. Субтитры сделал DimaTorzok Единственное, что меня огорчает, это пузыри. Я работала ею не на себе и такого не было, а вот сейчас у меня на мизинце и на большом странным образом после лампы появились пузыри. В лампе руку я не переворачивала и при нанесении их не было. Почему, за что и откуда, это для меня пока загадка. Основной цвет тоже для меня новый и наконец-то он идеальный. У меня был десятый оттенок от Антонио Дамати, а в этот раз я взяла седьмой. И это наконец-то чистый белый без какого-либо подтона. По плотности в два слоя, думаю, будет достаточно, но на свою базу я нанесу его только в один слой, чтобы выровнять цвет. Субтитры сделал DimaTorzok Перекрываю все ногти матовым топом, кроме безымянного. Под надпись на среднем ногте я делаю потоп и разметку обычным карандашом. Для прорисовки сегодняшнего дизайна я буду использовать белую гель-краску от Fox без липкого слоя. Сначала ей я обвожу буквы и стараюсь сделать это тонко, так как это только разметка. Сразу лучше не обводить все буквы, а делать это по одной и с промежуточными просушками. Иначе, если одна буква не получится, то придется это все стирать и можно задеть остальные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После просушки букв я стираю остатки карандаша, которым делала разметку, и буду смешивать себе цвета. Я заранее уже выбрала все яркие гель-лаки, которые мне нужны, и буду смешивать их с белой гель-краской, которой я вводила буквы. Пропорцию для себя вы выберете сами, все зависит, насколько яркий рисунок вы хотите видеть. Лучше всего, конечно, чтобы гель-краски было больше, чем гель-лака, потому что гель-краска не будет растекаться, пока вы будете рисовать, и плюс ей получится хороший объем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обвожу каждую букву разными цветами и сушу в лампе. Обводила буквы и цитрусы я в два слоя, так как мне хотелось более объемный контур. Если вы не хотите объем, то достаточно будет и одного слоя. Гель-краску, смешанную с цветными гель-лаками, я ничем не перекрываю, просто просушиваю в лампе и прохожусь обезжиривателем. Носится это точно так же, как и обычная гель-краска. На носкость добавления гель-лака в гель-краску никак не повлияла. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok И дорисовала косточки На этом мой дизайн завершен Получилось для меня довольно свежо и по-летнему Напишите, как вам такой дизайн Я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу у себя в инстаграм Публикуйте фото с хэштегом KarinaKorn Мне всегда очень интересно смотреть, что у вас получается На сегодня у меня все До скорого в новых видео Пока-пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok